Субтитры создавал DimaTorzok 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 У него появился гнев Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzок 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 А Ешедан Андан, он острожно так смотрит в коло, что мама не слышала, то, что он сделал, и начинает снова так пить по этому гарнку. Так он так удержал в этот гарнк, и его гнев стал меньше, меньше. Первый он удержал этот гарнк с гури, а теперь начал удержать по этому гарнку ниже. И тут Кришна... И Кришна, этот гарнк в конце си сломал, и йогурт ты вылал си на подлоге, и на стопы Кришны, и этот гарнк си сломал стоп Кришны. Целые стопы были в pełне зановлены до гарнк. Целые стопы были бяле. И Кришна помыслил... И Кришна помыслил, о, сейчас уже не смогу уйти от мамы. Поближе был такой покой, где Яшода тримала йогурт и масло. Мау Кришна взял немного масла в том покое, где он был, начал есть, и помыслил, что ему си сховаться. Мама Яшода заставила своего наидрощего сына на подводе и то млеко, которое хотел утиц. Она подошла до этого млека, но умыслил и сердце осталось с Кришном. И она начала быстро смесать это млеко и улучшила, что это млеко еще не утикло. И она говорит, о, мой малый шафир, мой хлопчик, млеко еще не утикло. Я иду до тебя, иди, иди. Мау Кришна это сказала и пришла и пришла снова до того места, где убила масло. Но была удивлена, что этот гарнер с йогуртом был разбит. А такой талерзь с маслом был пустый. и йогурт был на подводе. И голодный хлопчик, который хотел пить ей млеко с ее перси, его тут уже не было. И Майя Шода отразу понимала, что это сделал ее похоронный хлопчик. И первое, она очень удивила, не видела, что сделать. этот малый хлопчик, который еще пиет млеко с перси, он натили мудрый. Он разумел, что с гури не можно этот гарнер сдвинуть, и он начал разбить этот гарнер с долу. Он разумел, что я не буду задеволен, что гарнер этот разбитый и для этого уцел. и как это неспокойное детство так быстро и быстро это сделал, что я ничего не слышала. Я даже не слышала, как его звонки на стопах и на пасе выдавали дзвень. Какой он мудрый, что так спрытно все сделал. Мышлян в этот способ оцеан в целе премия Майяшоды увеличился. С одной стороны она была не задеволена, а с другой стороны она была очень удивлена. Майяшода приховала масло. Дзви до этого покоя были замкнуты, но он там шел, там было две двери, одна дверь, потом другая дверь, а позже балкон. И в этом покои было много гарнков с маслом, которые они так были такие вишенцы под они так висели под суфитом, али там еще была такая одна ступа, на которую Кришна мог встать. Та ступа она она стала в на руку на руку этого покоя и Кришна для Кришны это было очень трудно, но он так пха эту ступу, чтобы до центра этого покоя пха ее. и так пха это было трудно, но он пха ее до центра покоя и власть на там ступы. и он подъем и подъем до этого гранка с маслом и начал кришна Продолжение следует... 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 А тысячи и тысячи мауп, как Сугрива, Хануман, миллионы и миллионы мауп. Тоже товарищи Кришны сом недведи. В дворе Калилле есть Джамбован, Васулки, Ананда, Ананда, Кали, то вонжи бактови. Птаки, то Джатая, Сапати. Гаруда, то кроль птаков. З ними Пан Бог робит свои лили. Для того, маупы отдавна знают Шри Кришны. Они в Ананде потроху подходили до Яшадананданы. Почтили на Ананда-нанданы и не мргали. Яшаданандана нават не заюважал, як уж стался окружений маупами. И втеде он сладким голосом начал говорить до маупы. О, вы уже пришли. Бежьте то. Прошу, езьте то масло. Едьте то масло. И Кришна взял гарник с маслом, троха з'ядь сам, а позистава раздал маупам. Его ренцы были целые в масле. И он раздал целые гарнки с маслом. И маупы цешилися Адарамритом Говинды. Ктось муви, что то есть как манифестация третаюки, бо в третаюдзе Рамачандра не мог так кармиць их. И для того в два пара юдзе Кришна начал с милостью кармиць своих мауп маслом. З другой стороны Майоша дамысьлала Адамыслава Кришна хотел попить млека, разбил тен гарник, еще украт масло. Я мушу его так мушу его укараць. Укараць. Майоша дамыслава Кришна не упад и не поранился, чтобы не ушкодил Кришна собе. И так ма Яшода начала мартвить о нем. Майоша дамыслава прагнењ вогуле. Кришна часто робил зе своих бактів бедных. Так он их справдзал. Кунси, бандави. Кунси уже была стара, уже ей было трудно ходить. Дропадзе дуже терпяла. Кришна есть такой злодей, он вскограднє обактів. Я злапи? Я злапи тега злодзея. И укрыю го в своем сердцу. Десяј я возьмё тебе до своего винзения. И десятен злодей он раздавал маўпам масло. И ма Яшода помыслала в тем палацу есть тыле покој. Где тен Кришна се сховај? Кто ми то пове? Если я буду его терасовала Кришна, он не одпови ме. И тэрэз никј не не бэнде встані ме помоць. И ма Яшода зачоја маўртвіцься, як јј зналаў свего Кришну. И як она се зачоўртвіць, она непокојцься, так. Она забачја слады шето Кришны. Најпо она не знала, як она јго знайде, тюле покој, в тём пајцу. Если я јго бэнду воћ, он мне не адповіј, а як И как начала себя очень мертвовать, то увидела слады лотосовых стоп Кришны. Это были маленькие стопки, маленькие слады, потому что он пришел к йогурту. И там, где он пошел, все остались слады его лотосовых стоп. Как часто, когда пудры, на подлодке малуют такие маленькие стопы. То есть символ, как слады Гопала. И Майяшода увидела его слады и думала, что эти слады говорили, что мы идем, где мы идем. Мы говорим, где сховался Кришна. И Майяшода пошла там, где шли эти слады. И она увидела, что эти слады идут до покоя, где приховывают масло и йогурт. И там они, и она говорит, и она подумала, что здесь я приховываю целое ги, масло и йогурт. Это все для службы на районе, гостей, браминов. Если мы что-то потребуем для йоги, это все здесь приховывает. А этот маленький, не грешный парень, он все может запустить. Может все запустить, этот маленький парень. И она тихо отворила эти слады. Майяшода не замкнула двери, он был маленький и не понимал, что он должен это сделать. И поэтому Майяшода тихо отворила двери. И то, о чем она думала, это стало. Ей маленький парень стоит на этой ступе и с гури вздимает грантки масла и кормит мауп. И все обезьяны, и все маупы, они очень довольны. Кто-то из них есть на балконе, кто-то около Кришны. И Майяшода стала злой и мысли, мой сын, малый сын, он каждый день венцы и венцы робит таких... Робит такие разные вещи, о которых говорили гопи. Отвирают дома, кармят мауп, кратят масло, выпущенные. И они начинают пить млеко от своих маток и в Раджабаси уже позднее не имеют млека. Малые дети в Раджабаси спят, а Кришна подходит до них и начинает так шипать их, и они все буддят, а Кришна утикает и разбивает грантки с маслом, с йогуртом. У всех гопи в домах, если он ничего не найдет в доме, а если он ничего не найдет, то он начинает сикать в доме, в домах этих гопи, на чистые ушки. И я думаю, что я должен указать Кришну. Он только сделал, он кармиал маупы, крат, все, все, а я не верила в это. Я думала, что гопи просто жартуют это, но сегодня своими очами увидела, на сколько этот парень делает такие неприятные вещи. Я должен указать его, чтобы он никогда этого больше не делал. И начала мыслить, как его указать. И тут она увидела, что около двери стал такой злотый патик с такими клейнотами. С этим патиком Кришна грая с этим патиком. Она была оздоблена клейнотами. Сам Кришна грая с этим патиком. И он, когда грая, запомнил этот злотый патик тут. И она взяла этот злотый патик до правой руки и сховала под своим чадаром. И вошла до покоя. Гопал сейчас смотрел в другую сторону, потому что он кармиал мауп. Маупы кармиал. Гопал не видел Маяшоды, но маупы увидели ее. Как только маупы увидели Маяшоды, они еще увидели этот патик у нее в ренце. И они от страха выскочили с покоя. Он был очень удивлен и посмотрел в ту сторону, где была Маяшода. И увидел, что Маяшода идет до него с патиком в ренце. И Швей Кришна очень начал баться. Он скотчил с этой ступы и начал утикать. С этого часа начинается Демадараштека. И ей кланяемся, велибом и хвалом. В этой части описывается татва пенькность и пранам. То есть начинает Талила, что Кришна Бауси Яшоды отскотчил от этой ступы. Он утикл с этой двери, где вошла Маяшода. И Маяшода начала кричать. Эй, ты, малыш шкодник. Ты мусишь зразуметь, что где бы ты ни побег, я звапить тебе в шэнде. Как шкодник Муни может говорить, что Кришна бауси. Во Пататве Кришна, Он не ма страху. Кришна Бауси Яшода бегала за ним. 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 Кришна Бауси, что она так ведет себя, что она так ведет себя, что она так ведет себя. Кришна Бауси. Кришна Бауси, что она его хочет украсть. Он дба о всех, а Маяшода дба о ним. Кришна Бауси. Кришна Бауси. Кришна Бауси. Кришна Бауси. Великие йогини робят тяжко саданы, но они не могут осуществить его, они могут только увидеть Даршан Параматмы. Айашода играет с первотным Паном Богом, играет с ним и делает так, чтобы он играл с ним. Вы можете играть с ним. Кришна, он не такой, как Параматма, он всегда сменяет себя в зависимости от Лили. Где бы он не сховался, Яшода всегда найдет его. Где он? Не слышит его, но когда Гопал бегает, он слышит, как моя Яшода бегает за ним. Она взбивала его. Майя Шода кричала ты, маленький, который так злой роби, не знаю, как сказать. Я схлапю тебя, нигде не можешь уйти от меня. Майя Шода ма великим персом и тяжкие бедра, и она бегнет за ним и не может его схлапать. Она бегнет и ей варкошься расплюнуть квиаты мало ли спадают с ее волосов на подлоге. С каждым кроком те квиаты спадают на стопы Майя Шоды. На ее лотусовые стопы спадают квиаты, как бы это было Пушпанджали. О, малый, негрешный парень, я схлапю тебя и украю тебя. Она бегнет за ним и и украшает и украшает от нее. Та лила приходит в этой тхаме. В других тхамах этой лили не ма. Поэтому тут Кришна он лила порушетам. Дяки Васи Махаправу. Утром споткаемся для Кришна Катхи. Рада. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова